Их называли три поросенка. Это группа ВИЧ, импресс и мод. Погоняла, короче, у него Харыч была, играли в тонусе. Группы презентуют альбом, я не знаю, и так далее. У нас была презентация сайта, который просуществовал, наверное, год, потому что мы не платили за домен. Их много, но они все нецензурные. У нас сейчас есть музыкальная тусовка. Не могу объяснить, почему. Вануэрэпкорп именно эта музыка подходит в рабочий момент. Я не знаю. Кострому для меня самой крутой группой, как бы, в Костроме, это был ВИЧ. С подачи Вани Белова текстиль, как бы, ткут, может, лет 30. Я не знаю. Они могли бы выстрелить, в принципе, и по стране. Как ты стал заниматься музыкой? Как я стал заниматься музыкой? Короче, приехал в Кострому. Познакомился в одном классе с парнями, которые слушали Бискиткорн. И что-то захотелось в этой же серии. Ну, тогда это было начало нулевых. Поэтому все слушали Рэпкорп. Он был модный, популярный. Все ходили в широких штанах с красными бейсболками. Ну да, вот так вот, в принципе, и начали записывать. Записывались мы дома. У друга был синтезатор. Как сейчас, помню, Ямаха. Электронные барабаны, электронные гитары. Полуакустика с звукоснимателем внутри деки. Ну и как бы неумелый вокал. Когда сейчас это слушаешь, конечно, это просто... Да, это дикий клык. Можно так сказать. Ну, в принципе, с этого все начиналось. Другого все равно не было на тот момент. Хотя как? Нет, были у нас. Их называли три поросенка. Это группа ВИЧ, импресс и мод. Выступали всегда на одном и том же концерте. Всегда втроем. И это на тот момент было очень круто. Вот. Расскажи про первую команду. Как она называлась? С кем начинали? Первая команда уже более-менее нормальная. Называлась поначалу Сатьева. Играли в... Как же этого деда-то зовут? Погоняла, короче, у него Харыч была. Играли в тонусе. Вот. Короче, играли в тонусе. На тот момент в составе у нас был Михей. Я. На барабанах Фил. На гитаре Ваня Карташов. Вот. Играли, играли. Ну, естественно, это был рэп-кор. Пару треков у нас были кайрана, лимбискит. После этого Ваня позвал своего друга. Мел зовут. Саня Малютин сейчас в Петербурге живет. Вот. Вместе с ним уже команда приобрела немного другое название. Это была катсата. На тот момент Михей решил от дел немножечко отойти. Потому как стиль начал немного меняться. То есть с рэп-кора мы пересели. На рэп-коре мы, в принципе, нормально посидели. То есть если это был 2004 год, где-то, наверное, до шестого, два года вот мы в таком ключе как бы играли. Потом с 2006 под влиянием групп стигмата Аматори и прочего плана как бы. Это же 2007 начали играть металл-кор. В принципе, на волне популярности было очень много концертов. Ярослава, Льванова, Вологда. В Вологде грели стигматом. Ну, в принципе, да, так поездили. Раза два были в Москве. Там фестиваль типа клуб Woodstock. На самом деле Москва нас на тот момент вообще ничем не удивила. По причине того, что команды местного подшива играли намного хуже, чем те же с командой на периферии. То есть у нас в городе было намного круче движуха. Вот. С Кацатой записали пару дымок. Потом еще одну. Произошел небольшой разглад. Я ушел из команды. Кацата пожила еще какое-то время с вокалистом, с Лехой, с Жуковым. Это такая группа была, старт. Когда они играли раньше нас, наверное, годом на 3-4. Вот. Ну и потом у них тоже что-то пошло не так. Вот. Я был в свободном полете где-то до 2009 годик. И затем... Затем... У нас там немного проектов было до Адары. Расскажи, как записывали первые треки? С Кацатой. Это уже после рэпкора типа было? Нет. С рэпкором есть какие-то записи? Да. Когда играли Рэпкорп, песня называлась «На дне», записывали мы ее в ДТМина Островского, записывал нам ее, дай бог памяти, знаю, что зовут Алексей, не помню фамилию, короче, звукорежиссер с Европы Плюс. Естественно, человек абсолютно не шарит звуки и так далее, это было на самом деле. Вот сейчас слушаешь, ну вот прямо веяние того, что это какой-то диджей или виджей на радио, это прямо очень сильно ощущается. Ну как бы на тот момент это была пушка, да, это был прям такой очень-очень ходовой трек, даже когда презентовывали, презентация сайта у нас была. То есть, блин, обычно группы презентуют альбом, я не знаю, и так далее. У нас была презентация сайта, который просуществовал, наверное, год, потому что мы не платили за домен. Вот, ну, проходило это все в клубе КДД, или Киндзадзам, он еще назывался, я не помню уже даже. Вот, с фейерверками, со всей фигней, да, это было прикольно, это было красиво. Расскажи про концерты в КДД, где Кацата была хедлайнерами, и какие команды там еще выступали? Я забываю их уже, это было очень давно. На презентации, если мне не изменяет память, были Джорджу, были на тот момент наши друзья, Рыбин Стутаев. Очень крутая команда, играли Emma Corp, если это можно так сказать, с Крима, с поющим барабанщиком, который всегда всех удивлял тем, что, в принципе, как так можно как бы играть и петь. Так, потом, по-моему, был One Pleasant Moment, ну, тоже с Крима такое. По-моему, в Питере пожили-пожили. Сейчас на них тоже особо что-то слышно. Выпускались на сборнике Море эмоций World 3, если не изменяет память. Ну, а так, в принципе, что там за команды-то еще были? Какие-то были. Solar Metal Geek там, в принципе, потом проходил несколько раз, поэтому команды-то всех не помнишь. Кацата на тот момент была на высоте. Ну, в топчике, да. Как вы к этому относились? Да, в принципе-то никак. Ну, больно много, конечно, слухов ходило, кто там заносчивый, кто и так далее и тому подобное. Я, в принципе, этого мнения не разделяю по причине того, что, блин, ну, одно дело звездная команда, когда ты играешь полностью на всю Россию, другое дело, когда ты за свой счет гоняешь по другим городам, как бы собирая маршрутку народа, чтобы тебе хотя бы сделали какие-то, я не знаю, проходки на несколько человек, то есть даже без оплаты, то есть единственные концерты были у Стаса Черныша в Иваново, мы играли за еду, это было прекрасно. В остальных заведениях мы играли как бы чисто за спасибо. На тот момент, как бы даже когда велись переговоры с организаторами, они говорят, ну, на вас просто никто не придет в другом городе. То есть чисто для раскрутки команды, чтобы как бы вас слушали, да, слышали и потом уже узнавали. Это да, это могло работать. Но при этом команда должна всегда как бы трудиться и работать, чтобы народ именно на нее ходил. Если команда на это будет забивать и просто ездить на концерты, не записывая никакого материала, чтобы это люди могли слушать в наушниках, и будучи в поездке, допустим, там на работу или учебу, это не будет работать, как мне кажется. В каких командах еще успел поиграть? И какие проекты были после Кацата? После Кацата было два проекта. Ну, в принципе, практически с одним и тем же составом. Это был Одрих Эбберн и Лайк Бернингсон Шаймон. Вот второй проект, это должен был быть студийный. На тот момент мы его мутили с Димой Раживиным. Он, в принципе, и в Адаре успел поиграть. Поэтому тут можно сказать, что мы просто искали свой звук и тот стиль, в котором мы хотели вообще продолжать. В каком ключе мы будем продолжать играть. И в конечном итоге 28 декабря 2008 года у нас состоялась первая репетиция первого состава группы Адаре. В принципе, это можно было считать именно днем рождения команды. Почему закрыли те проекты и собрали Адару? Во-первых, название сразу не придумали. Это был тот же самый проект. Одрих Эбберн мы играли еще. У нас на гитаре был Саня Гупса. Вот. Ну, это что-то типа должно было быть похоже на Алексе Санфая. А Like a Burning Sunshine это, в принципе, практически то же самое. Такой посткаркор с электронщиной. Но там даже текстов никаких не было. Там было просто музло, которое Дима записывал дома. Ты, кстати, спрашивал, как мы записывали Кацату. Там есть еще два момента, как мы ее записывали. Так, когда уже записывали навсегда и снег, записывали умело дома. В принципе, у него на тот момент был самый хороший аппарат. Из всех нас, где можно было записывать. Записывали в пустарных условиях, то есть заказывали там микрофоны, покупали и так далее. Записывали сами. Ну, плюс он привлекался такой человек, как Abnormal. Он, в принципе, впоследствии записывал Адару частично. Вот. Ну, на тот момент казалось, что это прямо очень крутое изучение. Опять же, как бы, и только из-за того, что не с чем было сравнить в городе. То есть, понятное дело, что на студии, как, допустим, из других городов, разница была колоссальная. Но для Костромы это все равно было круто. Вот. Такие дела. Расскажи про спонсоров у Адары. Ну, назовем это эндорсеры. То есть, я даже всех, кстати, не помню. Я точно знаю, что у нас были струны форты. А по шматью мы, когда записывали, записали песню 19-15, в этот же момент выстрелила серия футболок Мазураша на эту же тему, на атаку медвестов. И, как бы, мы написали, типа, давайте друг друга продвигать в этом ключе. То есть, они нам поставляли, как бы, шматье, то есть, мы их пиарим. Вот. Даже, в принципе, и в клипе у них логотип был. Вот. А они нас, как бы, там где-то указывали, допустим, там было пару постов. Так. А кто там еще был? Расскажи про клип. Как снимали, что за фрагменты там использовали? У меня был одногруппник. Он участвовал в экранизации различного рода военных действий Первой мировой войны. То есть, это все проходило в Москве и Подмосковье. И, когда я увидел у него в ВК, что он выкладывает, как бы, вот эти вот все видосы, я такой думаю, блин, у нас песня про это, почему бы не попросить? Вот. То есть, эти видосы мы брали уже непосредственно с их съемок. Ну, и плюсом по цветокоррекции поехали по Ивановской трассе куда-то вдаль, в леса, короче, снимать все остальное, весь остальной материал уже сами. Ну, опять же, это, в принципе, любительское, как бы, видео. Не стоит его воспринимать, как прям, ну, он, конечно, официальный, но это все равно, как бы, своими силами все делается. То есть, насколько это было на тот момент возможно, настолько мы, в принципе, и выложились. Вот. Снимали с 5 утра. Точнее, в 5 утра мы должны были встретиться. Естественно, мы не встретились. По причине того, что у нас запил басист. Мы его еле-еле выдернули. Вот. Ну, и в процессе, как бы, уже, то есть, поначалу, ну, вообще, как бы, боялись, ну, потому что опыт, скажем так, у всех был такой впервые, и немного было, как бы, сковано. То есть, дублей, конечно, было записано очень много, и когда мы уже непосредственно с режиссером выбирали, что, где вставить, прям, в некоторых моментах не хватало материала. Именно по видео приходилось прямо, там, секунду-всекунду это все обрезать, нарезать, как-то это все ужимать. Ну, тоже, в принципе, долго это все, как бы, мы делали. Ну, так, в принципе, прикольно. Там машины останавливались, и нас снимали, там, в районе 50 метров, наверное, от трассы это все происходило. Вот. Веселая история? Веселая история? Их много, но они все нецензурные. Веселая история. Ну, например, играли мы в Волгореченске на каком-то фестивале, ГЦК их. По приезду в гримерку, когда мы зашли, группа дисфория уже на тот момент пила горькую, как бы, и там не было варианта вообще отказаться. В итоге нас очень сильно напоили, и в процессе выступления я просто вместе с ковбарем уехал за кулисы. Он на колесах. Как бы, да, такое было, молодо, зелено. В Ярике еще кацатый. Ездили 17 сентября, как помню, разогревали NeverSmile. И в этот день был день рождения Ваньки Карташова. Мы ему решили устроить сюрприз, заказали торт. И в конце последней песни вынесли его и разбили ему об лицо. Брызги все попали там на комбаре, на пол, а у нас на сцене лежал ковролин. Ковролин, это ладно, хрен с ним, а вот аппарат был по найму, поэтому нам пришлось изрядно попадеть, отмывая его после концерта. За что мы, в принципе, на какое-то время лишились допуска до ярославской сцены. Ну вот так, в принципе, остальное уже не настолько весело. Как у тебя обстоят дела сейчас с музыкой? Чем занимаешься? С музыкой? Да, в принципе, никак не обстоят. Работа забрала все свободное время, пытались два раза возобновить. Все как бы, но не получается именно по времени, потому что у кого-то дети, у кого-то работа, ну это я про себя, то есть я весь укладываюсь в работу, да. То есть кто-то нашел себя прекрасно, как бы, ну пошел немного дальше. Вот у нас Ярик, он, в принципе, работает звукорежиссером в Москве, поэтому, ну это довольно-таки сильно. Звукозаписывающая студия у него называется Адара Рэг, ну в принципе, кто бы сомневался. Вот. Ну, в принципе, какое-то развитие это все-таки заимело. Вот. Так может когда-нибудь, когда будет Адария, лет 15 замутим какой-нибудь юбилейный концерт. Вспомним молодость. Не вовремя, да? Как ты думаешь, почему так мало концерт в городе, и не хотел бы ты выступать способом? Смотри, где-то году, наверное, в 11-м, или даже в 10-м, мы начали с Ваней Плешевичем и Лехой Крыловым. Это группа Perfect Liberty и... Леха Крылов Perfect Liberty, а у Ваньки Never Say Die. Вот. Это мои друзья, и мы с ними начали втроем. Так как у Лехи была своя репетиционная база, мы решили втроем мутить концерты, именно организовывать по Костроме. Организовывали в основном, если в Костроме это был Локки Бой, ну, сейчас это немножечко другой формат заведения, Крысиная нора. Ну, в принципе, там тоже были концерты. Вот. И просуществовало это на энтузиазме, наверное, года два, да? У нас был последний концерт, это был 12-й год, Апокалипс Нау, мы привозили... Кого-то мы привозили. Я уже сейчас не вспомню. Что? Нет. Мы привозили, по-моему... Блин, Абнормити. Вот. Точно. Привозили, мы Абнормити, короче, в Локки Бой. Майотум играли в клубе Гараж. Это был такой в начале нулевых гоповской клубец, прям в гаражах. Нашли хозяев, они нам на один день его открыли и потом благополучно опять закрыли. Вот. И это все происходило на энтузиазме, то есть, как бы, допустим, каких-то конкретных денег ты никогда не ощущал. То есть, если, допустим, организатор работает на энтузиазме, то у него в какой-то момент он перегорает, потому что он не видит отдачи. Опять же, допустим, в сети ВК, когда ты приглашаешь народ, есть кнопка «Пойду», есть кнопка «Возможно буду». «Возможно буду» нажмет практически 100% человек, и ты смотришь просто на концерте, должно быть, допустим, человек 300, ты, в принципе, думаешь, что ты уже отбил эту команду и думаешь уже, кого привезти далее. Но на концерт приходит 40 человек, ты оказываешься в диком минусе, как бы из зарплаты еще группе платишь денег. То есть, самые адекватные были, кстати, «Майотом», да, потому что у нас по входным билетам мы им торчали 6 рублей за проезд, и они просто сказали, что они доедут сами. Вот. Так были очень крутые концерты. Группа «Шаркс», их мы везли прямо из другого города. Мы с ними выступали в Ярославле на Эквилибриуме, после Ярика мы стрянули в Кострому, это был Бляхин клуб. Вот. С Бляхином мы с ними еще затусили на квартире, ну, там со всеми вытекающими. Это веселые истории. Вот. Ну, так, да, было круто. А почему сейчас нет концертов? Ну, скорее всего, точнее, может, они и будут, то есть, но их очень мало. Ну, во-первых, формат наших концертов в Костромских, он подразумевает, что на концерте будут выступать команды различных жанров, чтобы объединить народ. То есть, у нас очень мало людей, которые слушают отдельно хардкор, отдельно там какой-нибудь трэш-метал и что-то еще там, тот же самый Групко, да. Вот. И концерты делают сборную солянку, чтобы как бы вот все люди эти пришли на этот концерт, чтобы не стояло по 10 человек, хотя бы пришло, но человек 80. Опять же. Сейчас очень туго с площадкой. То есть, если раньше хотя бы можно было арендовать центральный, который цеплялся абсолютно за все, что только можно, проводилось там все абсолютно. Или, допустим, открыть как бы жир. То есть, сейчас жир канул в лето абсолютно, ну, уже как бы глубоко и надолго, центральный продали, поэтому где сейчас делать концерты, я абсолютно не представляю. Как бы, пока не появится нормального клуба, ну, как бы можно, конечно, попробовать икру, но икра очень, скорее всего, много денег попросит. Так как рок в андеграунде, это просто не окупится. Вот. А из тех команд, которые играют, допустим, андеграундных в икре, это везет именно сама икра, то есть Кострома концерт, группа на слуху, народа хотя бы приходит уже, ну, намного больше. То есть, это, скажем так, уже формат групп, которые участвуют на каких-то фестивалях типа «Нашествие», то есть они более попсовые. Ты следишь за музыкальной тусовкой, какими командами ты бы вы делал? У нас сейчас есть музыкальная тусовка? Ну, я не знаю, где у нас сейчас музыкальная тусовка. У нас была музыкальная тусовка, если по воспоминаниям старых дядь все собирались раньше. Это было очень давно, это было, наверное, в 90-х. Все прожженные металюги собирались около администрации в сквере Ботникова, или как он там называется, напротив рядов. Вот. А моя тусовка, это уже непосредственно была в Хилармонии, там, в принципе, был практически весь народ, который ходил к нам на концерты и все, кто занимались музыкой. То есть, там было абсолютно подавляющее большинство как бы всех вот этих, как тогда модно было говорить, альтернативщиков. Вот. При этом там кто-то просто бухал, кто-то катался на скейтах, кто-то, не знаю, занимались вообще абсолютно всем, дичали там, как хотели. Если по музыке именно какие группы я бы выделил, тут опять же, наверное, с точки зрения временных рамок, то есть, какой-то промежуток времени были группы, которые играли более качественно. То есть, если начинать с момента, как я приехал в Кострому, для меня самой крутой группой как бы в Костроме это был ВИЧ. То есть, подачи Ивани Белова, то есть, с его харизмой, это, в принципе, могло бы на тот момент, если бы то время перенести, грубо говоря, в 2005 год или в 2006, они могли бы выстрелить, в принципе, и по стране. То есть, это было очень круто. Материал, в принципе, у них был тоже достойный. Кого еще можно выделить? Ну, сейчас как бы это Ocean Jet. Да, может, конечно, немножечко не по формату, но ребята добились своего, они как бы к этому шли. С Мареном мы, кстати, тоже успели поиграть. Он у нас сенсионно играл в Адаре, когда у нас с басистом было совсем плохо. Мы ездили на пару концертов. Это было обувок до Ярославля. Так, ну и кого еще можно выделить? Тут опять же по стилям, грубо говоря, вот взять тот же самый рэпкор, а у нас его никто и не играет. Мы не Иванова. Это в Иваново распространено. Поэтому что это будет? Это будет Mad Monkeys, естественно. Как бы... Ну и что еще можно выделить? Если по тележелику из команд, которые играют сейчас, это будет N-Hash. Это несомненно. То есть, они единственные остальные, которые двигаются вперед, прогрессивно настроены. К сожалению, я не знаком с их новым гитаристом, но то, как он записывает Play Thru, меня, в принципе, очень вдохновляет. Вот раз ты сказал про рэпкор, как ты думаешь, почему в Костроме очень мало рэпкора было, и его никто не продолжал делать? Это все-таки была такая метальная кусок больше, чем, допустим, в том же Иваново? Мне кажется, это зависит от менталитета. То есть, от менталитета, и на каком уровне остался... Ну, на каком уровне остался город, нет, это не подходит. Ну, не знаю, ну, то есть... Блин, есть, наверное, города, в которых, допустим, популярен будет только какой-нибудь трэш-метал. Вот взять, допустим, Волгореченск. Вот у них есть дисфория, у них больше ни хрена нет. То есть, они слушают дисфорию, да, вот все, кто у них там метал-хеды эти ходят, как бы... Взять Кострому, ну, вот какие команды были, как бы, на самой вершине. Вот, в принципе, те и задавали. То есть, ну, у нас, как бы, опять же, в Костроме, как бы, да, был метал, но он делился по возрастным категориям. То есть, были, допустим... Ну, не скажу, что молодежь не слушала Барбарити. То есть, там были люди, которые помладше меня, которые, допустим, котировали. Но основной все равно, как бы, основная часть народа, это уже такие взрослые дяди, которые на них выросли еще там, не знаю, ну, лет 20 назад, которые слушали то же самое. Вот. Ну, не могу объяснить, почему. Ивановый рэп-кор, по-моему, он популярен, блядь, там уже лет 30. Я не знаю. Это реально какая-то аномальная зона рэп-корра просто, ивановская. Может, они просто текстиль, как бы, ткут, и вот им именно эта музыка подходит в рабочий момент. Я не знаю. Слушай, а я спросил, что Садара сейчас? Сейчас Садара находится в анабиозе, потому что никто из-за Дары не сказал то, что мы распались. Никто даже об этом не заявлял. Не только в соцсетях кому-то, а друг другу этого, в принципе, все равно никто не говорил. Не знаю. Ярик уехал в Москву, все остальные как бы здесь. Не знаю, что будет дальше. Надо что-то решать с работой, Антоша поднимать. Дитё с коленой, потом уже что-нибудь может будет. Пацаны, прикосите к нам в барчик. Сейчас, ну, в принципе, это одна из причин, почему Адара прекратила свое существование. Да полетят меня камни. Я открыл бар крафтового пива и работаю 24 на 7 в нем. Так что, если хотите увидеть меня и попить прекрасного напитка, welcome. Пожелания музыкантам? Каким? Нашим пусть. Нашим? Я бы пожелал не только музыкантам. Музыкантам я, конечно, пожелал бы всегда творческих успехов, чтобы они продолжали всю эту тему, движ, несмотря на то, что, в принципе, с музыкой в России очень все хуёво, но надо двигаться вперед. А еще бы, я, конечно, пожелал, чтобы нашелся тот человек, который сделал бы какой-то клуб нормальный, которым могло бы происходить это все, все эти движухи, все эти концерты. потому что, блин, без концертов это очень плохо. Вот. Не знаю. Вроде все. это все, но то, Продолжение следует...